Всем привет! С вами, как обычно, Виктор, и я вновь играю в первый Ризен. Сегодняшняя серия, да и, наверное, следующие, а может быть, даже две, будут посвящены торговому кварталу. Мы будем с вами знакомиться с жителями этого района, будем выполнять здесь различные квестики. И давайте, наверное, начнем с того, что поговорим с Эдгаром. О, новые люди до сих пор прибывают? Что ж, будь осторожен, инквизиция повсюду. Что ты говоришь? Я имею в виду, смотри, куда идешь, а то оглянуться не успеешь, как окажешься по уши в дерьме. Они все сумасшедшие, знаешь, поклоняются огню. Что мне нужно знать о Харбортауне? Новичок, просто будь начеку. Никогда не знаешь, кто всем заправляет сегодня, а кто завтра. И держись подальше от портового склада. Люди решат, что ты воруешь оттуда. Скажем, это нечто вроде шила в заднице у инквизиции. В смысле шила в заднице? Система правосудия здесь проста, но эффективна. Украл что-то, мы из тебя выбиваем дурь. Причинил вред горожанам, убил животное, мы выбиваем из тебя дурь. А если ты убиваешь кого-то... Вы выбиваете из меня дурь? Точно. И потом мы тебя убиваем. Что еще мне нужно знать? Много неприятностей можно причинить людям и без того, чтобы нам понадобилось выбивать дурь. Конечно, они не станут с тобой после такого разговаривать. Что же делать, чтобы этого избежать? Во-первых, не доставлять неприятностей. Что если неприятность случилась? Тогда будешь разбираться с тем, что случилось. Должен же быть какой-то способ улаживать проблемы. Хм. Кажется, у магов есть заклинание. Заклинание-шутка. Серьезно? Да. Человеку представляется, будто он только что услышал самую смешную шутку в мире. И дальше что? И он забывает то плохое, что с ним произошло. Где мне раздобыть это заклинание? У магов, наверное. Их много в монастыре. Кучка вероломных предателей. Многие из них сотрудничают с инквизицией. Некоторые околачиваются в городе иногда. По-моему, кстати, такие заклинания я уже находил. Давайте посмотрим. А, да, смотрите, аж шесть штук у меня есть таких заклинаний. Это что-то типа забвения, если рассматривать готику. Так, давайте с ним договорим до конца уж. Кто ты? Я Эдгар. Начальник городской стражи. Ну, был, по крайней мере. Пока не появилась инквизиция и не выжила Эстебана. Я не самый большой его поклонник, признаю. Но он хотя бы здешний. Должно быть, ты хорошо обученный боец? Владею мечом и арбалетом. Меч годится, когда враг близко. А арбалет, когда он пытается бежать. Ты можешь обучить меня? Научить тебя? Конечно, хоть какое-то занятие. Но я не стану учить тебя задаром. Почему ты не обучаешь рекрутов? Скажем так. Мы с инквизицией расходимся во взглядах на законы. Я считаю, законом требуется гибкость. Зачем арестовывать каждого мелкого воришку? Но инквизиция ни на что не хочет закрывать глаза. Они подрядили одного из моих бывших стражников. Арика. Надзирать за рекрутами. Он мастер и обращается с ними, как полагается. Хотя последнее время кажется, что он немного озабочен. И что? Мне теперь стоит с ним поговорить? Ладно. Разберемся. Обучи меня боевым навыкам. Так, арбалет, меч и сила. Ладно, пока что мы это изучать не будем. Давайте тогда продвинемся дальше. И... Ну раз тут торговый квартал, логичность, что здесь находится целая куча различных торговых лавок. И, наверное, я, кстати, начну именно с этого как раз. Давайте пробуем нарядоваться сначала вот в эту лавку. Пойдем по порядку. Похоже на какую-то лавку алхимика. Ты эликсиры продаешь? Разумеется. Отличное качество, гарантированное действие. Все покупают у Леонардо. Кроме тех слабаков, что не вылезают из постели из-за любой пустячной раны. От таких мне выгоды никакой. Как идут дела? Не на что жаловаться. Все хотят быть здоровыми, а? В этом городе мало кто продает эликсиры. А из города просто так не выберешься. Только у меня запасы подходят к концу. И как они кончатся, все. Какие припасы тебе нужны? Лечебные растения, корни и травы. Все, что нужно для целительного снадобья. Сколько ты заплатишь за припасы? Золотом заплатить не могу. Мне самому все монетки до последней пригодятся. Могу, однако, поменять эликсир на растения. Надеюсь, это будет хороший эликсир. Это будет эликсир жизненной энергии. Ты будешь здоровый и сильный. Только не пытайся мне засохшие сорняки впарить. Я знаю, что мне нужно. Сколько растений тебе нужно? Десяток лечебных трав, пять растений и пара корешков. Посмотрим, что удастся собрать. Хорошо. И пока ты не ушел, если вдруг захочешь что-нибудь купить, лавка открыта. Так, ну у меня, похоже, нету с собой наличия количества растений. Скорее всего, у меня корней не хватает. Этих-то у меня... А, нет, корней у меня много. Но, видимо, вот этих растений не хватает. Я не помню, там он... По-моему, он сказал, вот таких вот десять надо. Таких пять, а таких два. Вроде бы. Достаточно много растений. Мне кажется, что он нам даст не какой-то вот такой простой эликсир, а эликсир на припавку к стату. Скорее всего. Какие эликсиры у тебя есть? Так, мы, значит, у него можем купить рецепты, во-первых. Тут зелье. Маны, лечебные зелья. Вот такое вот зелье получше. Тут, как видите, уже требуется второй уровень знаний алхимии. Особо ценных зелья он не продает. Вот, рецепты, кстати, могут быть полезными. Я обязательно когда-нибудь займусь алхимией. Вот, не сейчас, но обязательно это изучу. Можешь научить меня алхимии? Я не стану тратить свое время на кого попало. Я? Никто попало. Я готов учить лишь тех, кто уже знает базовые принципы алхимии. Если это не о тебе, тогда не трать мое время зря. А где мне изучить основы алхимии? Поговори с моим подмастерьем Гартом. Что ты можешь рассказать мне об алхимии? Но, тем не менее, он нас может, похоже, обучить. Смотрите, алхимия первый уровень. Причем он вроде даже денег не тратит. Ну, не требует, вернее. За это все. Непонятно, я же вроде ничего не изучал. Нулевой уровень. Странно, ладно. Разберемся. Я вот смотрю, у него там есть книжная полка. Я бы хотел попробовать. Почитать, он, кстати, по-моему, не против. Малый гербарий. Хм, 10 опыта. Неплохо. Тут у него такой интересный сундучок. Есть еще какая-то дверь. Там, наверное, какой-то склад. Нужно будет как-нибудь сюда ночью заглянуть. Так, ну и так же здесь есть стол алхимика. Причем не один. Наверное, он не очень одобрит, что я зашел сюда. Надеюсь, ты знаешь, как вести себя в чужом доме. Что тебе нужно? Сколько тут сразу понабежало. Понабежало. Давайте, значит, поговорим с его помощником, Гартом как раз. Ты Леонардо ищешь? Меня зовут Гард. Я на него работаю. Можешь научить меня основам алхимии? Конечно, я кое-чему у Леонардо научился. Правда, поскольку мне тут не платят, не помешало бы небольшое пожертвование. Скажем, 50 монет. Хм. А есть ли в этом смысл? Вот твое пожертвование. Отлично. Можем в любой момент приступить. Так, погодите. Основа алхимии, 5 очков. А что тогда вот это было? Научи меня алхимии. Нет, нет, я... А, понятно. Понятно, окей. Пропускаем тогда эти диалоги. Понял. Ну, типа я не знаю. 50 монет мы заплатили. Давайте, пока не будем это изучать. Оставим немножечко на потом. Когда-нибудь обязательно я этому обучусь. Ну... Сейчас как-то есть больший приоритет. У меня очков обучения, как видите, совсем немного. Ну, кстати, скоро уже достаточно скоро будет новый уровень. Сейчас я больше, наверное, буду копить на прокачку силы, чтобы взять меч получше. Потому что я чувствую, вот мы сейчас выйдем из города, и там начнется полная жесть. Скорее всего, кстати... Как раз как только мы выйдем, начнется вторая глава. Ну, вот это... Такое подозрение у меня есть. Но я в этом, конечно же, не уверен. Кстати, а вот тут у нас, может, что-то припрятано, нет? Нет. Тут, скорее всего, точно ничего не припрятано. Я опять куда-то пытаюсь залезть в какие-то такие места, где точно ничего быть не может. Давайте теперь, наверное, зайдем в следующую лавку. Это у нас кузнечная лавка. Дай угадаю. Тебе нужно оружие. У меня тут была парочка вещей. Скажи мне, что ты ищешь? Я могу взять у тебя заготовки для мечей? Ты можешь купить только то, что продается в магазине. Но если у тебя есть железная руда, то кузнец Уолтер может изготовить для тебя то, что нужно. Как дела? Благодаря ордену нам есть чем заняться. Им требуется огромное количество оружия. Уолтер вкалывает, как проклятый день и ночь, чтобы закончить все заказы. Он и сейчас работает. Покажи мне, что у тебя есть. Ну, двуручное оружие меня, наверное, не интересует. Я все-таки со щитом хожу. Полуторный меч. Непонятно, кстати, это одноручный, двуручный. Ну, если это одноручное оружие, то 42 урона. В принципе, уже неплохо. Уже нормально так. Но все остальное тут что-то не очень уже, конечно, идет. Арбалет, кстати, можем вот такой приобрести на 75 урона. Это намного больше, чем у моего. Моего, кстати, всего 25. В три раза меньше. Для него, кстати, тоже нужна сила. Вот поэтому я и стремлюсь сейчас немножко накопить очков и... Наверное, все-таки силу прокачать. А потом можно будет уже заняться остальными навыками. Например, алхимия и то же самое. Так. Товара посмотрели. Давайте поговорим, значит, с его помощником. Где он тут? Это он, да? Кстати, вот опять сундук. Я понимаю, что он, похоже, принадлежит этой кузнице, но он так стоит. И мне кажется, что никто не будет против, если я отсюда немножко вещичек возьму. Это уже не первый такой сундук, который вот просто так стоит и... Похоже, из него может брать любой, что захочет. Да? Мне нужно новое оружие. Ты продаешь оружие? Я бы с удовольствием, но не могу. Всеми продажами занимается Альваро. Как поживаешь? Как дела? В трудах. Но с тех пор, как появились законы Инквизитора, у меня работы стало по горло. Альваро почти не оставляет мне времени посидеть с кружкой пива. Серьезно, я не помню, когда последний раз спал. Ты продаешь заготовки для мечей? Раньше продавал. Но из-за этих развалин я совсем без железа остался. Я мог бы помочь. Может быть. Если добудешь железной руды, я бы сделал заготовки для мечей. У меня есть железная руда. Что ты хочешь, чтобы я сделал из нее? Сколько руды нужно для заготовки? Заготовка для одноручного меча потребует 8 кусков железной руды. Для полуторного меча нужно 10 кусков. Для двуручного 12 кусков железной руды. Кстати, вот. Наверное, свое оружие производить тоже достаточно выгодное занятие. Может быть, это выгодно даже не столько в плане, что мы можем получить на этом какие-то деньги. Но может быть, просто мы еще какое-то оружие такое уникальное сможем выковать. Так, давайте спросим что-нибудь про Альвара тогда уж. Расскажи мне про Альвара. Мне нужно работать. Нельзя же целыми днями работать. Сделай перерыв. А кто будет работать за меня, дружище? Ты? Я могу попробовать. Альвара будет в восторге. Я свалил свою работу на старого друга. Или он порадуется тому, что его кузнец немного отдохнет. Альвара радует только золотые сундуки. Могу я тебе еще как-то помочь? Возможно. У меня беда с запасами. Их всегда не хватает. Приходится самому всем заниматься. В основном мне нужен металлолом, который я расплавляю для заготовок. Если бы у меня было вдоволь металлолома, работать стало бы намного легче. Где раздобыть металлолом? Фермеры оставили во дворах много металлолома. Старые инструменты, гвозди, всякие такие штуки. Но потом там стали рыскать карлы. Они стащили все, что плохо лежало. Ясное дело, они украли у фермеров весь металлолом. Может и так. Я достану тебе старого металла. Но ты не сможешь покинуть город. Я изловчусь. Было бы здорово. Разумеется, я тебе заплачу. Но мне нужна чертова прорва металла. Это я тебе сразу говорю. У Карл я отобрал вот такой мешок с инструментами. Эй, приятель, именно то, что я и искал. Мне надо, скажем, пятнадцать таких. Пятнадцать? Знаешь, сколько Карл мне пришлось уложить, чтобы заполучить его? Карлы не моя забота. Мне просто нужен металл. Попробую чем-нибудь помочь. Но это займет время. До тех пор, пока я получаю металл, время не проблема. Видимо, мне стоит наведаться в тот домик, который как раз-таки заполнен этими Карлами. Их там очень-очень много. Чтобы добыть с них вот эти вот мешочки. Он забрал, кстати, нет? Нет, он не забрал. Вот мы. Один такой выбили, когда сражались как раз с ними. Альвара загонит тебя до смерти. Такие времена. Всем в городе понадобилось оружие. Или же наточить оружие. Все равно, рано или поздно это закончится. Давайте поговорим с Альварой. Вот, и скажем, что у Алктера нужно отдохнуть. У вас работящий кузнец. Много работы, значит большой доход. Мы единственные, кто неплохо справляется, поэтому приходится браться за работу. Пока можем. У вашего кузнеца такой вид, будто он сейчас упадет замертво. У Алктера? Да он крепкий, как Огр. Иногда гибнут даже Огры. Поверь мне, я не тиран. Но работу необходимо выполнять в срок. Я могу занять место у Алктера. Нет, спасибо. Я знаю у Алктера, и к тому же большая часть работы уже сделана. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто мог бы заняться заточкой лезвий и резьбой по дереву... Что тебе нужно? В торговом квартале есть парочка слуг. Если ты найдешь их и заплатишь, чтобы они работали на меня, это облегчит участь у Алктера. Вот тебе золото для платы слуг. Если ты используешь его не по назначению, я узнаю об этом. Харбортаун – небольшое место, и все ворота заперты. И тогда Уолтер сможет передохнуть? Да, как только закончит посох с лезвием для Марчелла. Ну, давайте поищем этих слуг. Где нам их искать-то? Непонятно. Ладно, разберемся с этим тогда квестом, наверное. Или сейчас выполнить. Может быть, это вот он нужен? Эй, тебе работа не нужна? Что? У Альвара есть для тебя работа. Тебя послал старик? Чего он хочет? У него есть клинки, которые нужно заточить. Это мне подходит. И? Тебе что, заняться нечем? Ну, видимо, мы помогли. А где мне найти еще такого же? Видимо, где-то рядом. Просто хотел сейчас заглянуть вот в эту вот лавку последнюю. Но, видимо, нам сейчас стоит отыскать еще одного помощника для кузнеца. Тут, кстати, кругом всякие вот такие вот закрытые двери находятся. Наверняка за ними можно много чего полезного найти. Я предполагаю, что он тоже какой-то помощник кузнеца. Вряд ли он какой-то именной персонаж. Там вот, смотрите, еще есть лестница. Так, а здесь у нас находится... Ну, здесь у нас второй выход из торгового квартала. Еще вот заглядываю, чтобы... Ну, вдруг какие-то растения можно подобрать. Так, а тут у нас что? Я куда-то наверх забрался. Кстати. Хм. Ведь, по сути, мне ничего не мешает сейчас взять и... просто выпрыгнуть отсюда. Я же выйду за пределы города. Разве не так? Там, конечно, смотрите, какие-то стражники стоят. Но... Просто ради интереса стоят, попробуем. Вот и все дело сделано. Типа, а, я мимо здесь никак не пройду. Меня заметят, да? Эй, что ты здесь делаешь? Ты не из наших. Понятно, да. Типа, но все равно вот так вот выбежать-то можно. И убежать спокойно. Ладно, я сейчас не буду, конечно, никуда убегать, но... По-моему, выбраться было намного проще, чем я думал. Но наверняка есть какой-то более... правильный, что ли, способ. Это явно немножко непродумано, наверное. Так, вот я вижу опять еще одного... какого-то персонажа. Ну да, это помощник. Он просто выглядит как тот же. Кто-нибудь нарубил дров. Ладно, хорошо. Я этим займусь. Так, отлично. С помощниками мы разобрались. 20 монет, я так понимаю... Мы можем забрать себе в качестве награды. Кстати, вот непонятно, здесь есть смысл или нет по крышам бегать. Можно ли тут что-нибудь найти? Так, ну он, похоже, принялся за работу. Сейчас мы тогда с кузнецом переговорим. О, кстати, вот еще какое-то растение. А, вот и, кстати, этот прибежал. Заглядывает в сундук, а там ничего нет. Хорошие новости. Альвара сказал, можешь взять пару дней выходных. На него это не похоже. Только ты должен закончить посох для Марчелла. Я закончил с посохом. Он уже давно валяется у меня в подвале. Альвара просто рвет и мечет. Что ж, спасибо за помощь, друг. Если что-нибудь нужно, как-нибудь в другой раз. Спасибо за перерыв. Это было здорово. Рука руку моет. Мне нужна твоя помощь. Что такое? О, теперь мы сможем немножко информации у него узнать. В том числе, кстати, вот и насчет этого посоха, что он сейчас делает. Можешь меня чему-нибудь научить? Если ты готов, я обучу тебя кузнечному делу. Окей. Я это приму к сведению, но не сейчас. Ты работаешь и с артефактами? Если ты нашел что-то, ты должен сдать это. Я должен. Ты знаешь, что сделает с тобой орден, если ты хранишь артефакты? Тебя заберут и бац, прямо в монастырь. Я могу о себе позаботиться. Но речь идет не только о тебе. Мы с тобой в одной лодке, а я о себе позаботиться не могу. Я всего лишь кузнец. Запомнил? Насчет посоха с лезвием для Марчелла. Который я выковал? Да. Зачем он нужен? Альвара хочет использовать этот подарок, чтобы завести влиятельного друга в ордене. Значит, он будет хранить этот посох с лезвием в надежном месте? Ну, казалось бы, это самое разумное. Но Альвара носит ключ от сундука на поясе. Но замок подвала, он старый и ржавый. Ребенок может открыть его проволочкой. А все потому, что Альвара не хочет платить за новый замок. Зачем тебе это знать? Не мое дело, конечно, но, может, я могу помочь? Что еще ты можешь рассказать мне? Альвара имеет обыкновение ночью бродить по дому. Бессонница у него. Доходы, наверное, подсчитывает. Как можно попасть в подвал? Теоретически. Надо двигаться как можно тише. И если Альвара проснется, подождать, пока он не отойдет подальше. Так, а подвал, я так понимаю, это... Вот эта вот комнатка. А, стоп, нет, это шкаф. Извиняюсь, перепутал. Я просто думал, что это дверь какая-то. А, вот. Вот, вот это вот, наверное, подвал. В той лавке, кстати, была такая же вот просто комнатка. Ладно. Наверное, как-нибудь этим я обязательно займусь. Давайте сейчас... Я загляну в последнюю, третью лавку. Это у нас... Непонятно. Продовольственная, что ли? Здесь ты найдешь все, что тебе нужно. Подходи, покупай. Если собираешься просто глазеть или попрошайничать, вали отсюда. Я тут работать пытаюсь. Показывай товар. Ну да, я был прав. Здесь различное продовольствие и... Особо ничего интересного нет. Нет. Ладно. Здесь тоже есть какая-то такая комнатушка. Нет? Ну, похоже, нет. Чего тебе здесь надо? Ну, в любом случае, на самом деле, здесь, наверное, будет очень выгодно. Ночью немножко пошариться. Сейчас, наверное, тогда стоит попробовать поговорить со всеми остальными жителями этого торгового квартала. Я вот хотел еще заглянуть в вот это вот место. Посмотреть, что у нас тут. Здесь, смотрите, прям какая-то такая целая сеть тоннелей под землю. Так, это мы сюда вышли. А это мы сейчас наверх поднимемся, да? А, нет, смотрите, это вообще поднялись на какой-то полуразрушенный маяк. Тут, кстати, даже какая-то такая нычка есть. Немножко стрел, лук. Самый простейший. Это, кстати, вот очень может подойти для тех, кто в самом начале игры решил в первую очередь пойти вот сюда, в город сразу же. Вот, кстати, этот лук может действительно пригодиться для новичков. И там еще был другой спуск в подвал. Давайте мы сейчас туда тоже заглянем. Посмотрим, на вдруг тоже что-нибудь такое полезное сможем найти. Здесь вот выход. Еще один из города. Он, как видите, тоже закрыт. Но вот как обмануть систему я уже показал. Так, ну это выход наверх, окей. Мы были. Давайте осмотримся тогда еще вот здесь. Может быть... А, действительно, смотрите, здесь какой-то шкафчик, есть сундук. Ну, похоже, здесь ничего ценного не будет. Не очень понятно. Проклятие. Да. Ну, так себе на самом деле. И это все, да? Так, я запутался. А, это мы вот сюда поднялись. Давайте, наверное, вот в это вот здание заглянем. Что-то она меня прям очень так привлекает. Посмотрим, что это за место вообще такое. И какого черта ты тут шныряешь? Дай угадаю. Ты, наверное, заблудился, а? Да вот хожу. Любуюсь пейзажами. Ну да, конечно. Только не думай, что я на это куплюсь. Я не из дураков. Я тебя не знаю. В твоих интересах, чтобы я тебя не знал. У тебя раньше были проблемы с парнями Дона? Естественно. Они спят и видят, как бы снова отбить город у ордена. Вот посмотри на парня на той стороне улицы. Звать Дони. Мозгов у него немного. Болтается тут целыми днями и считает, что я его не замечаю. Он наблюдатель. Выжидает удобный момент для нападения. Надо бы кому-нибудь поумерить его любопытство. Только вот я не могу покинуть свой пост. Так, давайте сначала вот этот кваст возьмем. Я разберусь, Тони. Буду крайне благодарен. Он уже достал мне глаза мозолить полный день. Хотя мне было бы интересно узнать, что именно ему тут надо. От Тони мы сейчас получим аналогичный квест для ордена. Ой. Для Дона, конечно. Насчет этого охотника за сокровищами. В чем его обвиняют? Он не охотник за сокровищами, а мерзкий вор. И будет сидеть тут, пока не отдаст, что упер. Пока Караско не получит назад три артефакта, три золотые чаши. Этого вора никто отсюда не отпустит. Может, мы как-нибудь можем про все забыть и отпустить его. Ты меня подкупить, что ли, пытаешься? Никто туда не войдет без приказа от Караско. А Ольф оттуда в жизни не выйдет, пока мы не узнаем, что стало с тремя чашами, которые попали ему в лапы. Насколько мне известно, трех чаш у него точно нет. Одна у нас, а еще две мы можем выкупить у разных людей. Так, я понял. Может быть, кстати, с Караско стоит поговорить. У нас просто, по-моему, есть какой-то квест, связанный с этим Ольфом. Сейчас я отойду, чтобы вот эти вот лишние диалоги на фоне не сбивали меня. Так. Ну да, вот у меня квест, типа, есть. Вот мы у Дирка можем получить за 150 монет чашу. И еще где-то. Да, еще мы в трущобах могли выкупить тоже такую же чашу. За 150 монет. Так, это опять квест на чашу. Ага, вот этот квест. Понятно. Ну, похоже, нам, чтобы завершить этот квест, надо как раз-таки освободить Ольфа. Я понял. Давайте мы сейчас попробуем поговорить с Караско. Может быть, нам удастся получить какой-нибудь доступ туда, тогда. В еще одну местную тюрьму. Говорят, что они все умерли. Да, пас... Может быть, стоит еще поговорить с другими братьями. То есть вот с Дирком. Вот, кстати, я не помню, Дирк это тот, кто тут вышивается в портовом квартале, или это тот, кто из Трощоб? Я бы не пошел туда в одиночку. Дюрам. Ингвар. Наверное, они живут где-нибудь на острове. Наверное, все-таки это тот, кто находится в Трощобах. Дитара. А, вот у Дитара мы просто можем выкупить чашу. А Дирк, видимо, как раз-таки нам дал этот квест, и у него мы можем выкупить третью чашу. Так, давайте поговорим с Караско. Говорят, что где-то в торговом квартале томится в плену искатель сокровищ. Я уверен, что он что-то знает о золотых чашах. Но он молчит. Вот проклятый. Он действительно пробуждает в моей душе темную сторону. Я поклялся ордену, что буду контролировать себя. Возможно, я смогу получить от него какую-нибудь информацию. Если ты так думаешь, попробуй. Лучше, чтобы это сделал ты, а не я. Иначе это будет сплошной мрак. Кровь и... И что, мы теперь доступ получим? Иди и поговори с кем-нибудь другим. Ну, как я понимаю, наверное, да. Давайте мы сейчас тогда снова туда вернемся и попробуем поговорить с этим искателем сокровищ. Только сначала, наверное, стоит все-таки поспать до утра. Что-то уж совсем темнеет. Блин, я записывал уже практически 40 минут, а... Что-то мы не так много сделали. Очень много было диалогов за сегодняшнюю серию. Но, видимо, и в следующей серии будет примерно так же. Так, не сюда иду. Кровать находится все-таки внизу же. Давайте до полудня, что ли. Чтоб уж прям совсем светло было. Все равно какое-то очень странное освещение. Ладно, давайте попробуем получить доступ к этой якобы тюрьме. Но, похоже, это не тюрьма, смотрите. Похоже, это здание используется для многих других целей. Стой! Ни шагу дальше! Насчет этого охотника за сокровищами. Караско хочет, чтобы я допросил пленника. Ха! С тем же успехом можно с бревном разговаривать. Раз уж мы его не разговаривали, то и тебе тут нечего ловить. Я все же попытаюсь. Это ведь не повредит? Я лично сильно сомневаюсь, что он расколется. Но если тебя и правда прислал Караско, то... Давай, заходи быстрее. Давайте посмотрим, что у нас тут. А, ну я понял. Да, это что-то типа... Я не знаю, как описать это место. Просто подобное вот элитное здание еще вон там находится. Может быть, здесь мы встретимся с главой этого города. Тут вот сейчас... Всем... Заправляет этот комендант Карлос. Если я не ошибаюсь. Мне кажется, что он в том здании находится. Ага. Вот и Ольф. Неплохо он тут обустроился. Обустроился. Блин, тут очень много сокровищ. Если сравнивать опять со второй готикой, то это похоже на верхний квартал города. Куча всяких сокровищ. Куча всего того, в чем можно пошарить. Обязательно здесь надо ночью как-нибудь пошарить. Потому что это будет очень выгодно. Мы можем помимо сокровищ найти еще что-то полезное. Очень полезное там типа эликсиров ценных или еще каких-то артефактов. Ты не инквизитор. И ты не похож на бойца. А я не боец. Я искатель сокровищ. Обыскиваю руины, опустошаю гробницы, собираю ценности, проверяю карманы. Когда не сижу в запертии, естественно. А за что тебя тут заперли? Инквизиция захотелось, чтобы мы с братьями на них работали. Мы же независимые профессионалы. Нам не к лицу быть на чьей-то стороне. Так вот, они узнали, что мы вырыли эти три золотые чаши и захотели их себе. Они просто с ума сходят по этим артефактам. Меня тут могут держать столько, сколько им вздумается. Но я ни слова им про чаши не расскажу, пока не заплатят приличную сумму. Так. И сколько ты хочешь за эти золотые чаши? Что, тоже хочешь записаться в очередь? Ну ладно. По крайней мере, речь сразу о цене зашла. Они пока и на это не сподобились. Давай, ты мне дашь двести золотых, а я тебе расскажу, где я спрятал свою чашу. Идёт? Скорее всего, он сейчас расскажет про чашу, которая находится в этом маяке. Я особо как-то в этом смысле не вижу. Ты искатель сокровищ? Неплохой? Мы с братьями лучше всех. Ты один из тройняшек. Вы всегда вместе работаете? Три головы лучше, чем одна. А три пары рук ещё лучше, когда приходится копать. Мы своё дело знаем отлично. В отличие от тех неудачников, которые сейчас орудуют в развалинах. Мы до этого острова долго добирались, а теперь тут застряли. На кого вы втроём работаете? Мы независимые агенты. Работаем на того, кто больше платит. Даёшь деньги, получаешь товар. Поиск сокровищ — это в основном работа лопатой, да? Ты правда так думаешь? Тут требуется умение. За это нам и платят. За умение и опасность. Мы плыли с самыми опасными морями. Были там, куда боятся заходить самые бесстрашные воины. И какую работу вы ищете? Ну, мы не сильно гордые. По крайней мере, пока отсюда не выберемся. Если у тебя есть дело для нас, так не молчи. Правда, сначала тебе придётся помочь нам выбраться из города. Пока я тут в заперти, помощи от меня никакой. Если я тебе нужен, придётся тебе уболтать Эрнандеса, чтоб тот меня отпустил. Скорее всего, кстати, они мне пригодятся для того, чтобы... Для того, чтобы... Помните, мы с вами в серии 10 назад скали храм. Вот, для того, чтобы там произвести раскопки. И как же мне убедить Эрнандеса отпустить тебя? Ну, ты знаешь, почему они меня держат? Хотят эти три чаши. И что? Если их изъять из обращения, так сказать, они резко потеряют ко мне интерес. Найди их и помоги им исчезнуть. И как же мне избавиться от этих чаш? Но ты можешь их найти для начала. Продай их кому-нибудь, кто вывезет их из города. А что, если Инквизиция до них раньше доберётся? Тогда тебе придётся как-то с этим разобраться. Чаши должны пропасть из города. О, давайте скажем, что мы нашли тайник в маяке. Ты свой артефакт в маяке спрятал, да? Что, ты его нашёл? Похоже, искать сокровища у меня получается куда лучше, чем их прятать. Ну ладно, что нашёл, то твоё. Это честно. Так, остальные две чаши мы знаем, где находятся. Давайте скажем, что я помогу выбраться из города ему. Я помогу тебе выбраться из города. Ты, похоже, гордишься своей работой. Мне это нравится. Ну, если ты готов к этому, придётся тебе разобраться с охранником у входа. Очень сомневаюсь, что выберусь отсюда, если ты не сможешь убедить Эрнандеса освободить меня. Ну, это я постараюсь как-нибудь уладить. Ну, так и есть, на самом деле. Можешь меня чему-нибудь научить? Могу научить тебя добывать руду при помощи кирки. Я думал, ты искатель сокровищ. Что прорубать по тайной ход, что добывать руду, всё примерно одинаково. Только с рудой не так интересно, как с сокровищами. Научи меня добывать руду. Но это, наверное, тоже оставим на потом. Не знаю, буду ли я это изучать. Наверное, да, но не сейчас. И давайте скажем, что он может мне пригодиться как раз-таки для раскопок в том храме. Мне бы пригодилась ваша помощь. На востоке этого острова есть большой храм. Инквизиция до него ещё не добралась. Так что он пока заперт. Звучит многообещающе. Храм — это почти наверняка сокровище, особенно на этом острове. На что похож вход? Вход перекрыт. Похоже, там что-то обрушилось. Ха! Это не проблема. Покажи нам, где этот храм, и мы всё разгребём. Только для этого нам надо выбраться из этого места. Но это я как-нибудь обязательно улажу. Ну всё, наверное, на этом стоит заканчивать. Потому что серия немножко затянулась уже. Так что давайте продолжим мы с вами в следующей части. Ну а всё это время с вами я был Виктор. И увидимся в следующем эпизоде. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!